И к другим новостям. Воду в Южноуральске по-прежнему пить нельзя, заявляет Следственный комитет. И это несмотря на то, что Роспотребнадзор на прошлой неделе разрешил южноуральцам использовать воду в пищевых целях. Однако следователи утверждают, что проблема актуальна до сих пор. Возбуждено уголовное дело и виновники ЧП понесут серьезное наказание. Было принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работы или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. В Следственном комитете заявили, что в рамках разбирательства проведут химико-техническую экспертизу. Будет установлен круг предполагаемых виновников ситуации. Напомним, причиной резкого ухудшения воды стали разросшиеся сине-зеленые водоросли в водоеме. Система фильтрации в Южноуральске из-за старости и ненадлежащего ухода не справлялась. В итоге вода из-под крана по качеству была хуже, чем в самом водоеме. 1 августа администрация муниципалитета обратилась к жителям с предупреждением и рекомендациям не пить воду из-под крана. 5 августа ограничения были сняты. В течение пяти дней осуществлялся подвоз воды. На водоводе велись работы по прочистке фильтров. К устранению недочетов подключались и челябинские специалисты. Сейчас, по данным Роспотребнадзора Южноуральска, ограничения на употребление воды сняты. А вот результаты расследования Следственного комитета будут известны через 10 дней. Субтитры создавал DimaTorzok